Уважаемые коллеги, бюджет это не просто цифры, это судьбы развития регионов будущей страны. Мы его обсуждаем на фоне о санкции и углубляющихся кризис, когда за плечами у каждого стоят четыре вызова, не преодолев которые мы попадем окончательно в капкан. Первый вызов демографический, у нас начинает резко убывать население, если не принять экстренные меры, в ближайшие 20 лет мы потеряем 20 миллионов населения и 120 миллионов человек не сможет охранять, обустраивать территорию 15% суши, где сосредоточено 30% мировых стратегических ресурсов. Если вы посмотрите состояние здоровья выпускников школ, 9 из них больны и давно уже бьют тревогу, и то ЕГЭ, которое навязали, уже спровоцирует в том числе и язвенную болезнь почти у всех старшеклассников. Второе – это износ оборудования. Всем известно, что он привалил за 50% и становится нетерпимым. В этой связи с сокращением в этом бюджете за три года на 650 миллиардов рублей вложений в национальную экономику абсолютно недопустимо. Третье – ЖКХ. Оно уже превратилось в атомную бомбу замедленного действия. В этом году, по сути дела, коммунальный дефолт прокатился от Воркуты до Пензы, и он будет нарастать. Но самая печальная – страна стоит на миллионе километров трубопроводов разного сечения, 600 из которых гнили. Если не начнем быстро обновлять, ситуация будет просто критической. Это касается и жилья. 40% граждан живет в жилье хрущевской эпохи, и реновации стучатся в двери всех городов и сел. Или будем в нее вкладывать, а там все сокращается по линии ЖКХ. Или просто дома, которые начнут свертываться, заставят нас это не обсуждать, а решать в аварийном порядке. Ну и раскол он в Роске. В стране достиг невиданного размаха 10% самых бахатых, имеют доходы в 30 раз больше, чем 10% самых бедных. С 2000 года в 6 раз увеличилось в стране миллиардеров, а страна приобрела 22 миллиона нищих, которых в принципе раньше не было. Если вы посмотрите опрос в Центре экономических и политических реформ, вы просто ахнете. Не хватает на еду. У 10% граждан за три года выросло в три раза. Надежду с 16% выросло до 29%. Треть страны уже не может как следует переодеться. Две трети стали экономить практически на всем. И доля среднего класса за последние два года, а это опора нынешней власти, сократилась на 14 миллионов человек. Недовольство фактически растет во всех слоях населения, кроме олигархии. 55% заявили, мы требуем перемен к лучшему. Нас уже не очень волнует стабильность. О стабильности говорится в этом бюджете. Значит, такой политикой стабильности достигнуть будет практически невозможно. В этой связи нам снова надо вернуться к предложению президента. Он послание сказал, темпы должны быть выше 3% на уровне мировых. Но все топчется вокруг 1,5. По сути дела, нам правительство навязывает черту экономической оседлости, из которой невозможно выбраться, при которой невозможно выбраться из кризиса. Причем, куда ни ткни, ситуация примерно одинаковая. Это будет стагнаться еще на ближайшие минимум 5 лет, после того, как мы с 2008 года потеряли почти 8% валового продукта и 3 бюджета. Если посмотреть в региональном плане ситуации, она просто драматическая. Возьмите Омск, крупнейший промышленный центр в нашей стране. В пятерку входил лучших, самых развитых. Великолепная промышленность, классная наука, суперклассное ракетостроение. Все было развито. Сегодня этот город потерял половину промышленности, но производит на 130 миллиардов с такие налоги. Получает 8,5. 130 получает 8,5. Хочу напомнить, когда было Ордынское иго, то брали со двора десятину. Тут берут больше. Если взять шахтеров, все вместе старались помочь шахтерам Гукова. 300 миллионов на сегодня должны. Вот целая делегация снова приезжала, голодают, и тем не менее, ни местная власть не решила, ни правительство не откликнулось. Я приглашал в прошлый раз наших депутатов, откликнулся комитет во главе с Кашлиным, аграрный комитет, ну и наша фракция выезжала в Грудинину. Это лучшее хозяйство рядом с Москвой. Я представил проект реализации детской программы, а президент объявил ее на 10 лет, и президенту, и вас приглашаю, знакомец. Социализированные современные народные предприятия. За последние годы построила школу, не залази ни копейки, за миллиард пятьсот миллионов, детский сад за пятьсот миллионов, детский парк, по мотивам русских сказок, за двести миллионов, средняя зарплата семьдесят семь тысяч, работают все отрасли, работают на самом современном уровне. Почему не показать? Готовил, десять раз предлагал на двадцать шесть минут фильм. Покажите вместо паранойи, которая каждый вечер несется с наших экранов. Если посмотреть казанково предприятие у Мариэл, тринадцать миллиардов валовка с твоих пятьсот пятьдесят магазинов, от нуля до продажи реализует без всяких посредников, которые сжирают все основные доходы, миллиард с лишним платит налогов. Почему этот опыт не обобщить и не двинуть? Абсолютно нормальные современные предприятия в условиях кризиса работают исключительно надежно. Оказывается, это не формат, это не новость. Мы считаем это абсолютно неправильно. Должны быть точки роста, которые позволяют вытаскивать страну из кризиса. И это направление должно финансироваться. Посмотрите, как финансируется аграрный сектор. Опять меньше полутора процентов. Все в мире идиоты знают, надо вкладывать туда минимум десять процентов, чтобы быть конкурентоспособным. На двадцать процентов выросла завоз турецкой продукции. У Грудинина морковку по восемнадцать рублей не берут, а по восемьдесят голландскую берут, потому что в Москве девять десятых сетей принадлежат иностранцам, которые нам диктуют и монопольно захватили наш рынок. Можно навести порядок? Элементарно можно. Ну и последнее. Добавьте пару минут, я завершу. Значит, возникает вопрос, где взять деньги. Когда вам говорят, что у нас денег нет, это самая большая ложь. Весь вопрос в том, у кого они есть, а у кого их нет. Почему за последние два года 200 человек, за прошлый год, 200 человек главных миллиардеров увеличили свой доход на 200 миллиардов долларов? А страна обнищала на двадцать процентов. Кто нам не дает решить эту проблему? Весь мир ее решил. Почему мы все на это смотрим, как на вполне закономерную весть? Перестаньте платить дань. Мы продали за три года, каждый год примерно, сырья на 20 триллионов рублей. В бюджете около восьми. Никогда такую дань не платили. Прогрессивный налог давно стучится. Отток капитала вполне можно поджать. Что касается госмонополии на спиртоводочную промышленность, и в царское время давало 30-35 рублей, советское 25-30, сейчас 80 копеек, и 40 тысяч трупов, которые травятся паленой водкой. Решите эти четыре вопроса. Законы есть, предложения есть, правительство обсуждало. Решите эти вопросы. Сколько мы будем мыкаться, и что мы можем сделать с этим бюджетом 15 триллионов? Бюджет развития начинается с 22. Вам докажет любой человек, вам скажет любой, что если из 100 рублей расходной части на здравоохранение тратится 3-3,50 месяц с образованием, вы никогда из этого в Ермане вылезете. Минимум удваивать надо. Есть же мировая практика, есть опыт в нас. Почему мы все это игнорируем, абсурдая главный вопрос на ближайшую трехлетку? Я считаю, что можно поправить. И последний пример. Ведь мы с вами были в ситуации худшей, чем нынче. Пришел Примаков, Масляков, Матвиенко, Яращенко. Баррель нефти стоил 12-14 долларов с августа под декабрь месяц. Золотовалютных резервов было не как сейчас почти 400, а было всего 8 миллиардов. Нечем в сентябре было платить ни зарплаты, ни степенции, ни пенсии. Ничего не было. Три вопроса решили. Взяли под контроль банк в систему, сократили за месяц почти на половину отток капитала. Отрегулировали цены на ГСМ и взяли предприятия, у которых были конкретные программы, даже деньги допечатали, что запустить производство. Промышленность дала в тот год плюс 24%. Я еще раз прошу и председателя Думы. Вот опыт реальной модернизации, который позволил нам победить и прорваться в космос. И вот опыт народных предприятий. Покажите хоть два фильма для страны, она поймет, что можно решать проблемы даже в этих условиях. Редактор субтитров А.Семкин